Библейский портал экзегет.ру представляет Когда эта книга обычно помещается Среди книг премудрости А в аудейской Библии она помещается Среди писаний, то есть прочих книг Есть закон, есть пророки, а есть все прочее Ну это так, конечно Это литература премудрости, здесь очень много перекличек С притчами, с экклезиастом Но есть в ней что-то очень пророческое И может быть даже она Более пророческая, чем некоторые пророческие книги Например, Даниила, где В общем сплошные видения Либо исторические события Чем отличается Иов от пророков Ну он не укоренен в истории Пророки, они очень тесно связаны С историческими событиями Иов это голый человек на голой земле Он один в этой книге И только в этой книге Не упомянут ни Израиль, ни Закон, ни Завет То есть он существует сам по себе А чем он похож на пророков Тем, что он спорит Спорит с людьми и с Богом Пророки, они большие спорщики Им все время что-то не нравится Более того, они и с Богом Мы читали пророков И, наверное, это было заметно И с Богом иногда вступают в некоторые словопрения Жалуются, возражают Вообще история Авраама Начинается с того, что он торгуется с Богом За судьбу Содома и Гоморры Говорит, если там 50 праведников не истребишь А 45 А 40 Избивает цену до 10 Вот Иов не избивает цену Он спорит о чем-то другом и главном Когда, где написана эта книга Мы не знаем Но, в общем, обычно ее считают Более поздней книгой Или самой даже поздней книгой Ветхого Завета Есть к этому много Предпосылок к тому, чтобы так ее определить Она По содержанию, прежде всего Она стоит уже на грани Нового Завета Она ставит вопросы На которые только Новый Завет и ответит Но, кроме того, есть определенные лингвистические черты Которые слишком долго описывать Да и несведущему древнееврейской громадской человеку Они ничего не скажут Но, хватит предисловий Давайте почитаем Эта книга еще очень необычная С богословской точки зрения Вот эта неудобная книга Она вываливается из всех шаблонов И рамок, которые мы хотим ее воткнуть Вот прямо с самого начала Жил в земле Уц Человек по имени Иов Был он непорочен и честен Боялся Бога и сторонился всякого зла А как же, что всякий человек грешен Это ведь и в Ветхом Завете уже было сказано А здесь вот прямо ничего Иов плохого не делал Странно Земля Уц, кстати, это неизвестно где Но обычно ее связывают с Идомом Это некая область на востоке На юго-востоке, может быть, от земли обетованной И вот что-то про него такое непонятное дальше говорится Родилось у него семеро сыновей и трое дочерей Такие символические цифры Да, семь и три Причем мальчиков больше всегда На востоке считалось, что мальчик это лучше девочки в семье Владел он семью тысячами козы и овец С тремя тысячами верблюдов Опять семь и три такие Символические числа Пятью сотнями порвалов, пятью сотнями ослиц И великим множеством слуг Был он величайшим из всех сынов востока Кто они такие, эти сыны востока? Ну, наверное, какие-то люди, живущие вот там, скажем, к востоку от земли обетованной И кто конкретно входит в эту группу, мы определить не можем Но Иов человек очень счастливый и абсолютно праведный в этом видении Мне кажется, таких людей на свете не бывает Но вот он такой Его сыновья по очереди устраивали в своих домах пиры Послали они и за сестрами, приглашая их есть и пить вместе с ними Кстати, тоже необычно, потому что незамужняя девушка на востоке сидит дома Пока она всего лишь вот дочь чья-то Когда выйдет замуж, станет с женой, там будет у себя в доме принимать Но тут прямо вот свободный такой мир Как современная прямо молодежь А когда заканчивались пиршественные дни Иов приглашал их к себе на обрет освящения Ранним утром он приносил жертву всесожжения за каждого из своих сыновей Ибо так рассуждал Иов Быть может, мои сыновья согрешили, хулили Бога в сердце своем Так поступал Иов постоянно Вот опять абсолютное благополучие и предельное благочестье То есть жертвы всесожжения за каждого У него семь сыновей, семь жертв всесожжения Очень много Ну, например, Валаам приносит по призыву Валака Когда он, ну, Валах хотел, чтобы проклял А Валаам благословил Израиль Приносит семь жертв всесожжения на семи жертвенниках Это, ну, просто вот супер-жертва, которая должна вот Богу просто прямую дорогу открыть А здесь ничего не произошло Там целый израильский народ вторгся на территорию Валака И он хочет его проклясть, да? Ну, это не получается, но сейчас не об этом Вот целый народ он хочет от себя отвратить А здесь, может быть, они согрешили мыслью Слушайте, ну, кто из нас не согрешил мыслью Особенно в юности, когда всякая дурь в голову лезет Но даже здесь не сказано, что согрешили, а может быть То есть, получается, он настолько благочестив Что приносит космического масштаба жертвы От одного лишь подозрения в возможной неправильной мысли своих сыновей И это постоянно Вот что-то в этом есть такое нереальное Дело не в том, где он живет, когда он живет А мне кажется, не живут так люди Но почитаем дальше Однажды сыны Божьи пришли предстать пред Господом И среди них был враг Вот тут богословы вообще ополчаются на эту книгу Не, ну, как правило, они на переводчиков ополчаются И говорят, почему ты не перевел как сатана Потому что древнееврейское слово, которое там стоит, это сатан Ну, потому что сатана есть враг Собственно, врагом рода человеческого сатану называют Исходя именно из этого значения этого слова А вообще сатану в древнееврейском это не обязательно сатана В нашем понимании это тот, кто противостоит Враг на войне, противник в споре Во вражде какой-то А самое главное, что все, что мы знаем о сатане Не предполагает, что он предстает пред Господом Среди сынов Божьих Кстати, кто они такие? Ангелы? То есть некий небесный двор, который собирается пред Господом И решает свои вопросы Как там лучше поступить, что там лучше сделать Похоже Но неужели сатана, вот наши богословы просто должны от этого в обморок упасть Неужели сатана спрашивает у Бога, как ему лучше обманывать и соблазнять людей? Немыслимо с точки зрения нашего богословия Сатана ли это? Мне кажется, нет Мне кажется, это, знаете, такой ангел-искуситель, который в общем-то за Бога В общем-то на его стороне Иначе почему он к нему пришел? Но мы не знаем этого наверняка Вот книга ставит вопросы Это книга вопросов Есть люди, которые любят ответы Я очень люблю вопросы Потому что правильно поставленный вопрос запускает мыслительный процесс И, может быть, ответ придет не сразу Вот с этой книгой ровно так Господь спросил его, врага, стало быть Откуда ты пришел? Враг ответил Господу Я странствовал, обходя землю Господь спросил врага Заметил ли ты моего раба Иова? Другого такого нет на земле Он не порочен, честен, боится Бога и сторонится всякого зла Ну, понимаете, если бы Иов сам о себе это сказал Мы бы сказали, ну, это хвастовство Он за собой не знает Если бы повествователь об этом сказал Мы бы сказали, он упрощает Но Бог о нем говорит, что он сторонится всякого зла Иов безгрешен Богословы Здесь явная ересь Мы еще первую главу не дочитали А эту книгу уже надо в печку кинуть Не будем торопиться Ее не в печку кинули Ее в канон библейский взяли Враг ответил Господу Даром ли ее вчитит Бога? Разве ты не оградил его со всех сторон Не его самого, его семью, имущество? Ты благословил его труды И теперь стады его все растут и растут Но стоит тебе протянуть руку И тронуть все, что у него есть Ручаюсь, он скажет Лицо тебе хлу Тезис понятен Если человек праведен за выгоду Это неправедность Если мне платят большие деньги за какую-то работу Это неблаготворительность Это работа и хорошо оплачиваемая работа И так и здесь Праведность, за которую человек получает высокий доход Это неправедность Тогда сказал Господь врагу Отныне все, что у него есть в твоих руках Лишь его самого не трогай И враг пошел прочь от Господа Был день, когда сыновья и дочери его Ели и пили вино в доме старшего из братьев Внезапно приходит к его вестник и говорит Коровы были на пахоте А подле них паслись ослицы Вдруг напали сабейни Ну это такое южное племя В районе нынешнего Йемена И угнали их А работников твоих посекли мечами Я один уцелел, чтобы было кому возвестить тебя Не успел на это сказать Как приходит другой вестник и говорит Пал с небес Божий огонь Сжег овец и работников Уничтожил их Я один уцелел, чтобы было кому возвестить тебя Не успел на это сказать Как приходит еще один вестник и говорит С трех сторон напали халдеи Восточное племя Ну в общем в районе Вавилона Налетели они на верблюдов И увели их А работников твоих посекли мечами И один уцелел, чтобы было кому возвестить себе Не успел на это сказать Как приходит еще один вестник и говорит Самое страшное Твои сыновья и дочери ели и пили вино В доме старшего из братьев Вот как раз то прекрасное пиршество Которое мы с самого начала видим Вот наслаждаются жизнью, очень благочестиво это делают Вдруг ураган налетел из пустыни Обрушил все четыре стены Рухнул дом на твоих детей И они погибли Я один уцелел, чтобы было кому возвестить тебя Тоже ведь ситуация не то, что физически невозможная Но почти нереальная Чтобы человек лишился сразу всего Включая всех детей Бывают в жизни катастрофы Бывает смерть близких В древности смерть ребенка Она была гораздо более распространена, чем сегодня Вообще людей молодых было значительно больше До старости доживали не все Как раз дожившие до старости Выглядело скорее исключением Но так, чтобы в один день лишиться всего Тоже какое-то преувеличение Такое ощущение, что автор книги ставит эксперимент Давайте представим себе абсолютного праведника Хорошо, хорошо, вы говорите Это он праведен Потому что Господь вознаграждает праведников Как все книги премудрости отвечают Давайте поставим эксперимент Что если этот праведник всего лишится Как он себя поведет И, собственно, вся дальнейшая книга Это отчет об этом эксперименте Я не хочу сказать, что человека по имени Иов Не существовало Он упоминается один раз В Библии, но о нем абсолютно ничего больше не говорится Поэтому мы толком и не знаем Что это, кто это Как он связан с остальным повествованием Но мы видим его вот здесь и сейчас Поднялся Иов, разодрал на себе одежду Острик волосы и пал ниц на землю Знак траура Так сказал он Нагим я вышел из чрева матери И Нагим туда вернусь Не очень понятно, как-то он вернется в чрево матери Ну, наверное, мать сыра земля То есть Нагим появился я на свет Человек рождается голым, без одежды, неимущим И уходит в могилу голым и неимущим Даже если он в богатых украшениях Вот земля и мать здесь как нечто одно Господь дает, Господь и берет благословенное имя Господне При всем этом Иов не согрешил и не упрекнул Бога Странно, потому что он не состоял с ним в завете По крайней мере мы ничего об этом не читаем Здесь с самого начала Он не израильтянин Он просто некий праведник неизвестно откуда И подчеркнуто даже, что не из израильской земли Оказывается, можно быть праведником Даже если ты ничего за это не получаешь Или если полученные у тебя отбираются Но дальше-то Как он дальше себя поведет Когда вот эти вопросы Неизбежно будут снова и снова вставать перед ним Об этом вторая и последующая глава Продолжение следует...